В ближайшие сутки на территории республики сохранятся осадки в виде ледяного дождя. При этом немного подморозит. Столбики термометров опустятся сначала до отметки в 1,5 градусов ниже нуля, а в последующие двое суток до минус 10. Поэтому гололедица на дорогах сохранится еще некоторое время. Очень теплый воздух в тропосфере и одновременно отрицательные температуры у земли, а также малоподвижный атмосферный фронт на территории республики обусловил выпадение осадков в виде переохлажденного дождя и образование гололедных явлений. В ближайшие ночи сохранятся осадки в виде переохлажденного дождя и снега, сохранится гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура в течение суток от минус 1 до минус 6 градусов. А в последующие двое суток ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью минус 7-12, днем минус 5-10. Осадки в виде снега мы ожидаем только в выходные дни. Поэтому на дорогах мы сохраняем гололедицу. Тем временем в городском травмпункте резко возросло число обратившихся людей. Отмечу, что медучреждение в эти дни работает до последнего пациента. Чтобы максимально сократить очереди к специалистам, здесь ввели расширенную схему врачебных приемов. Ливень и лед в сочетании все это дало нам следующий эффект. За вчерашний день, за 23 число, мы приняли с 8 утра и до 10 вечера 302 человека. Первично обратившихся именно с проблемами, полученными на улице. Из них 56 детей. 14 человек было госпитализировано в стационар. То есть травмы были такого уровня, с которыми амбулаторно справиться уже очень трудно. Большинство людей обращаются, конечно, с одним и тем же. Пошел, поскользнулся, упал, поскользнулся. Маленькие дети, каждый третий, каждый четвертый по пути в школу. У нас расширенная схема приемов. Мы выделили несколько дополнительных человек для того, чтобы в многопотоковом режиме прием вести. И, естественно, на вход мы работаем до 8 часов вечера, но не отказываем никому. Вчера мы закончили работать в 10 часов вечера. Особо отмечу, помимо травмпункта, горожане могут обращаться в приемные покои дежурных стационаров. Добавлю, в связи с неблагоприятными погодными условиями, дорожные и городские службы рекомендуют жителям республики в эти дни воздержаться от уличных прогулок. На сайте столичной мэрии размещена информация об изменении режима работы школ и детских садов. Чтобы избежать возможных травм из-за гололеда, родители могут отказаться от посещения детьми общеобразовательных учреждений.